Итак, дорогие друзья, доброе утро! Доброе утро! Мы продолжаем изучать Мишлей. Притчи царя Соломона, Торо. И с Божьей помощью мы продвигаемся очень быстро. Сейчас мы 10 глава как раз. И, значит, 9 отрывок. Все, всем шалом, всем привет, кто меня видит, кто меня слышит. Максим Керенчук, шалом. Юр Дениння, шалом. Было бы классно, а откуда? Шалом откуда? Очень приятно видеть, что мы сейчас живем во время чудес, когда можно одновременно учить Торо во всем мире. Я в Тиеве нахожусь. Всем шалом из Киева. Яков Шатанин я точно знаю из Иерусалима. Кто еще откуда, непонятно. Шалом, шалом, всем из Тиева. Тоже Роман Сидоренко. Закрылась эта штучка. И, значит, Измаил. В Измаиле. Видите, со всего мира у нас можно, чтобы люди были. И, значит, отлично. Ну, так как те, кто присоединяются, они с задержкой видят, мне кажется. То есть они сразу присоединяются и видят сначала. То есть мы идем как бы в... Или в режиме они видят реального времени. Вот мне интересно. Начинать сразу же или позже. И, там, было бы классно, если бы можно было бы открыть. Потому что Давидов, во-первых, все время тухнет. Во-вторых, такой, ну, оно гасит. Если можно открыть, было бы хорошо. Хорошо, Татарстан у нас есть, Запорожье. Видите, со всего мира. Татарстан, Запорожье в основном. Раньше же татары с Запорожьем, с казаками воевали. А сейчас евреи есть везде. Авраам Финтельблюм из Милана. Отлично. Как там у вас в Милане с коронавирусом? Чувствую страшно. Авраам Финтельблюм, смотрите как, да, из Милана. Слушает таракторы. Отлично. Хорошо. Шалом Бодер из Тбилиси. Бодер Тов из Тбилиси. Лика Катамадзе нас слушает. Лика Катамадзе из Тбилиси. В Валерии Фокса. Шалом. Шалом. Все, Наталья Клашенко. Все, мы продолжаем. Значит, у нас сейчас 10 глава. 10 глава и мы находимся в отрывок 9. Значит, до этого мы изучили, закончили мы прошлый урок тем, что мудрый сердцем он берет заповеди. То есть у него настолько сердце уже открыто заповедям, что он их просто берет. У него нет сопротивления. Обычно у человека животная натура, она сопротивляется выполнять приказы Бога. Сопротивляется выполнять приказы Бога. А вот у Хахама Лев, Хахам Лев, который мудрый сердцем, у него, ну вот, мудрый сердцем, да, у него уже нет, совершенно нет у него сопротивления. Нет у него сопротивления. Теперь, значит, девятый отрывок. Девятый отрывок. Написано так. Олех батом. Тот, кто идет в... Олех батом. Елех бетах. Тот, кто идет там, это в... Такое, можно сказать, наивность простосердечия. То есть без двойного зна. Тот, без двойного дна. Тот, кто идет батом, вот в этом вот, в своей наивности простосердечии, он идет бетах. Елех бетах. Бетах это он идет в безопасности и в уверенности во Всевышнем. То есть он уверен. Теперь. Умеакэш драхав и вадая. А тот, кто искривляет свои пути, он узнает. Он узнает, так написано. Что он узнает? Давайте разберемся. Значит, объясняет Малбим, великий комментатор. Он говорит так. Вот человек идет по жизни, он кроме того, что прямо перед его носом, он ничего не видит. То есть он конкретно видит то, что у него перед носом. Все. Все остальное он предполагает, что будет. У него есть какие-то идеи, как оно будет. Но эти идеи, это не более чем просто идеи. Теперь дальше. Дальше. Если человек, если человек идет по Торе, то есть он такой простосердечный, он говорит так. Вот я встал. Дальше. Что я должен сделать? Я должен сделать это, это, это. Потом он доходит до какого-то момента, где он не знает, что делать. Он не знает, что делать. И ему тогда, ему тогда... Вот что говорит Тора, если ты стоишь на перекрестке дорог и не знаешь, что делать? Тора говорит, первое, тут выбор есть в Торе, да? Тора говорит, если ты не знаешь, что делать, ты не уверен. Лучше не делай ничего. Если ты можешь не идти, так вообще не иди. Кто тебе сказал, что тебе надо идти? Но если тебе надо точно идти, а ты не знаешь, по какой дороге идти, и у тебя равноценное. Тора говорит тогда, марбе, этца марбе твуна. То есть умножающие советования умножают понимание. Ты должен посоветоваться с другими людьми. Третье, что говорит Тора, нет рядом людей, нету никого. Что делать? Тора говорит, отлично, иди направо. Но в любом случае, тот, кто идет по дороге, по прямому пути, которую указала ему Тора, он идет в бетах. Он уверен. Почему он уверен? Мы уже это в Мишле учили в третьей главе. Абутеах беашем хесет и савевенгу. Тот, кто уверен в Боди, его будет окружать милосердие Бога. Еще мы учили, положись на Бога всем своим сердцем, а на свою сообразительность и логику не полагайся. То есть, потому что ты все равно не знаешь. Завтрашнего дня еще нет. Он где-то существует в проекции, в духовных мирах. Ну там, он может в духовных мирах уже существует, но его фактически нет. И у тебя есть выбор. Или ты пытаешься у себя в голове скомбинировать какую-то схему из своего прошлого опыта. Или же ты говоришь, я иду по Торе, полагаюсь на Бога, и Бог мне сейчас куда я не пойду, везде меня будет милосердие окружать. Это подход в жизни, который нам предлагает царь Соломон. И он нам говорит, девятый отрывок. Улэхбатом. Тот, кто идет вот в такой вот простоте, илэхбетах, он будет идти, уверен он будет идти. Потому что он идет по пути Бога. И даже если вдруг что-то произойдет, не дай Бог, предположим, мы предполагаем, что что-то произойдет. Но до момента, когда это произошло, он идет уверенно все равно. Почему? Потому что эта уверенность, она ему даст очень много. Я вспоминаю сейчас одну притчу такую интересную, как один человек сидел, у него было все очень в жизни плохо, он такой сидел на скамейке в партии, я слышал это, что он сидел в Нью-Йорке, в центральном партии. И значит, он сидел и все, чуть ли не готов был закончить жизнь самоубийством. Тут подходит к нему какой-то человек и говорит, что у тебя такое? Тот говорит, да у меня в жизни все не ладится, ничего, денег нет, работы нет, ничего нету. Он ему говорит, знаешь что говорит? Я Рокфеллер, вот тебе чек на миллион долларов, но в те времена, когда эту историю рассказывали, это миллион долларов был как сейчас, как 10 миллионов в час. Вот тебе чек на 10 миллионов долларов, то есть ты его не разменивай, пусть он у тебя лежит в сейфе, но значит, пусть он у тебя где-то лежит спрятанный, но ты знаешь, что у тебя есть этот чек. Он значит, все, у него чек есть, он выходит, сразу у него настроение отлично, он идет там к одному, говорит, слушай, там займи мне денег, у меня сейчас есть идея, то есть он идет, он входит в другое состояние уверенности. Проходит год, и от этого говорит, через год встречаемся здесь. Проходит год, у того все значит уже в жизни наладилось. Он приходит через год, того нету, и нету того человека. И он значит сидит, думает, где же этот человек, хотел ему чек отдать. И он встречает другого, такого же тоже уверен, и все, тоже кого-то ищет. Он говорит, кого вы ищете? Он говорит, ищу того, еще кого-то встречает, ищу того. В общем, потом оказалось, что тот был сумасшедший, который всем чеки раздавал. Но этот чек, когда у человека есть вот это состояние уверенности, он давал им вот состояние, когда человек вот... Вот на что надеялся, например, я сегодня с утра читал в книжке, в кусочек там интервью с Илоном Маском. Илон Маск, когда он открыл свое, свое первый бизнес с этими, с ракетами, у него две первых ракеты упало. Третья ракета, если бы она упала, он остался бы нищий, он уже к тому времени занимал деньги и все. На что он надеялся? То есть, есть люди, которые надеются на судьбу, на удачу и так далее. Нам царь Соломон говорит, нет, говорит, надо надеяться на Бога. Тот, кто идет в простоте, он будет идти уверенно. Умеакеш, Драхав и Вадеа. А тот, кто искривляет свои пути, он узнает. Что он узнает? Как живет обычный человек? Обычный человек живет так. Он, ну, есть обычный человек, он живет по каким-то схемам, которые ему предлагают общества, СМИ, средства массовой информации, там и так далее. Теперь, ну, есть люди, которые, они говорят, нет, я не хочу жить как все. И они начинают выдумывать себе какие-то схемы, они начинают выдумывать себе какие-то кривые пути. Так говорит нам царь Соломон, он узнает. Тот, кто выдумывает себе свои пути, он, то есть, его результаты будут следствием того, что он навыдумывал. А так как человек, который, у него нет системы понимания, как работает мир, он может себе выдумывать раз туда, раз туда, а может так, а может так, то у него будут все время какие-то удары, удары судьбы. И он, может быть, научится, как есть двое встречается, один другому говорит, ты как обучаешься? Он говорит, я, говорит, хожу, учусь, изучаю там знания мудрых людей и так далее. А ты как? Он говорит, а я только граблями учусь, только я вот на грабли наступаю, меня грабли по лбу бьют, и я, значит, уже туда не иду. Вот два варианта. Или ты изучаешь какую-то систему, или ты бьешься все время граблями себе по лбу. Значит, это был у нас девятый отрывок. Теперь десятый отрывок. Десятый отрывок, он такой. Курец айн и тен ацевет, в эвиль сватаем и лабет. Значит, курец айн. Курец айн это, который подмирдевает глазами, так переводится. Значит, подмирдевающий глазами, он что, до чего он домигается, написано. Даст грусть, даст грусть. Очень странно. Кто зовет козлу, переводят подмирдеванием, причиняют печаль. Так перевели почему-то. Если дословно переводить, то подмирдевающий глазами даст грусть. В эвиль сватаем. Тот, кто, эвиль это, как мы знаем уже, грешник, скептик, которые, ну, такие есть люди, скептики, во всем сомневаются. Он и лабет, он будет спотыкаться. Он будет спотыкаться. Что это значит? Значит, смотрите. Объясняют мудрецы, комментаторы, что тот, кто подмирдевает глазами, он сам не делает ничего плохого. Он другим говорит, давай ему, давай сделай. Есть такие люди, которые они других как бы провоцируют на то, чтобы сделать. И он тем самым, он создает грусть. Где он создает грусть? Объясняют, что создает грусть он и у себя, и в принципе он создает грусть вокруг себя. То есть, есть люди, которые провоцируют других делать преступления. Сами они в этом случае, знаете, как есть, вот чтобы понятно было, простая, простейшая метафора. Есть, как-то проводили исследования, я не знаю, насколько это правда, исследования проводили в травмопункте. Как люди попадают в травмопункте? Так оказалось, что 50% попали в травмопункт после слов, смотри, как я могу. А вторые 50% после слов, смотри, как надо. Или слабо, да. Ну то есть, это нет, но были еще те, которые говорили им слабо, но они сами не делали. Вот есть такие люди, которые подначивают других, делают разные плохие вещи. Значит, это называется подмидевающим глазами. То есть, тот, кто провоцирует других делать что-то плохое, он создает печаль. А тот, кто устами скептик, он будет спотыкаться. То есть, тот, кто все время, а может да, а может нет. Есть люди такие, которые вот просто спорят, просто ради спора. То есть, кто-то что-то скажет, а он ему говорит, нет, а я читал по-другому, а я слышал по-другому, а кто тебе сказал. И есть люди, то есть, это все создает у человека в жизни негативную среду. В Талмуде, кстати, разбирается очень интересный повод, вопрос. Если один другому сказал, пойди убей. Тот, кто сказал, пойди убей, он виноват или не виноват? Значит, если мы возьмем законодательство, уголовное законодательство, то он виноват. То есть, такого человека судят, как организатор убийства. То есть, если один нанимает другого убить, то он, то его судят. По Тори, то его не судят. Почему его не судят? Объяснение такое, что каждый человек ответственен за свои поступки. И слова Рава, там приводится такое, такое, как бы, объяснение. Слова Рава, слова ученика, кого слушаем. Тот, кто пошел убивать, он знает, что Бог запретил убивать. То есть, ему какой-то человек сказал, иди убей. Но он же знает, что это делать нельзя. Значит, получается, что он должен был подумать, и он не должен был того слушать. Теперь, но, говорят, что по небесному суду, тот, кто провоцировал, ну, тот, кто его послал, он виноват. Ему будет наказание с небес за это. То есть, он по небесному суду, он виноват. На небе знают, что он был именно побудительным мотивом преступления. Но по земному суду, тот, кто сделал преступление, он отвечает сам. И он не имел права слушаться кого-то. То есть, если он решил убить, значит, он взял на себя ответственность за это преступление. И его судят, его убивают. Смертная казнь за убийство по земному суду. А того небесный суд через какое-то время сделает ему, ну, то же самое. Понятно. Теперь дальше. Дальше одиннадцатый отрывок. Макор Хаим Пицадик. Значит, Макор источник жизни, род праведника. Упиры Шаим и Хосе Хамас. А род злодеев покроет насилие. Покроет насилие. Значит, что это значит? Значит, есть в мире зло и добро. Что такое зло? Это то, что Бог назвал злом. Что такое добро? Это то, что Бог назвал добром. То есть, не может человек поменять это местами. Праведник – это тот, который взял и принял, что то, что Бог назвал добром – это добро. И он делает то, что Бог сказал делать, даже если это идет в противоречии с его эгоистическим каким-то настроением. Есть вещи понятные людям. Например, не воруй, не убивай. И тут понятно, что убить – это зло. Украсть – это зло. Обидеть человека – это зло. То есть, тут всем понятно, логикой понятно, что это зло. Потому что каждый на себе это почувствовал. И он знает, насколько неприятно, когда тебя убивают, или насколько неприятно, когда у тебя воруют, или насколько неприятно, когда тебя оскорбляют или обижают. То есть, это как бы человек может на себе почувствовать, что это зло. То есть, тут логика понятна. Теперь, праведник – это тот человек, который не делает зла, даже если ему хочется сделать зло. Понятно, да, идея? Это праведник. Теперь, кто такой злодей? Злодей – это тот, который делает зло. То есть, он знает, что это зло, и он делает. По-простому – убивает, ворует, обижает. Но, но. Есть Бог очень сделал такую интересную штуку, что он некоторые вещи назвал злом, которые непонятны человеку, почему это зло. И некоторые вещи он назвал добром, чтобы это было непонятно, что это добро. Это не… логика – это непонятно. Зачем это сделано? Это сделано, как игра такая компьютерная, для того, чтобы была возможность выбора добра и отказа от зла. То есть, здесь, вот именно здесь включается тогда настоящий выбор. Потому что нет выбора между, например, человеку предлагают, он хочет купить машину, у него есть 100 рублей. Ему говорят, за эти 100 рублей что ты выбираешь? Там, Мерседес или велосипед? Он скажет, конечно, Мерседес. Это не выбор. Это не равноценный выбор. Но когда у человека есть выбор, или поверить в то, что это добро, и пойти против своего животного влечения, сделать что-то другое, это выбор. То есть, это реально настоящий выбор. Я хочу сделать что-то запрещенное. Я знаю, что это запрещено, мне сказали. И я думаю, а кого я больше люблю? Бога, но я же не уверен, что это Бог мне сказал. Я же не уверен в этом. Это просто мне сказали. И вот тогда это начинается настоящий выбор. То есть, между тем, что я хочу, и между тем, что правильно и надо сделать. Вот тогда это равноценный выбор. И тот, кто его выбирает, он называется праведник. Теперь получается, что праведник в этом мире, он становится основой жизни. Потому что жизнь это Бог. То есть, жизнь это настоящая жизнь. Это духовная божественная реальность. И праведник, который сделал выбор в пользу духовной божественной реальности, и он живет, исходя из только выполнения заповедей Бога, и он поставил заповеди Бога выше, чем свои животные какие-то желания, он становится в этом мире источником жизни. То есть, он становится тем вайфаем, который распределяет духовность вокруг себя. Он становится тем источником, который прямо он производит добро. Теперь, а что делает злодей? Одиннадцатый отрывок. Значит, одиннадцатый отрывок мы были, да? Источник жизни род праведника. Упири Шаим и Хосе Хамас. А род злодеев покрывает насилие. То есть, злодей, он производитель обратная сторона. Производитель насилия. Он говорит, а я буду всем делать плохо, больно, неприятно. Я буду на добро отвечать злом. Я буду производить... То есть, он производитель зла. Теперь обычные люди, в этих двух полюсах, обычные люди, они ведомые. То есть, большинство людей, там, девяносто процентов, они реактивно живут и действуют так, как действует общество вокруг них. То есть, если больше вокруг праведников, то девяносто процентов людей будут праведниками. В большинстве стран, например, там, западные страны какие-то, да, там, та же Америка, большая часть народа, они более-менее такие прямо ходят, там, занимаются вот яркий показатель, это благотворительность. То есть, если люди в стране, они занимаются благотворительностью, значит, страна, она идет по пути добра. Если государство поддерживает благотворительность, значит, страна идет по пути добра. Если для государства благотворительность, это ничего, если для людей благотворительность, это пустой звук, то получается, это как с дома Амора. Было два города, которые были очень богатые, но у них не было добра, и Бог их уничтожил. Потому что этот мир Бог создавал для того, чтобы двигаться в сторону добра, в сторону света, в сторону Бога. И вот тут мы можем очень четко проверить, насколько общество и каждый человек, он является или производителем добра, или производителем зла, или ведомым. Потому что большинство людей живет как модно. Модно делать добро, будем делать добро. Не модно делать добро, не будем делать добро. Поэтому праведники должны стараться быть модными. Все, дорогие друзья, мы сегодня проучили, изучили три отрывка из Мишли. То есть первое, проще по жизни идти по пути добра. Потому что сегодня только я читал одну статью, касаемую супружеских отношений, отношения в брате, не в брате. И пишет один мужчина, он говорит, ну намного проще любить жену, никого не обманывать, быть честным. Но это проще, это реально проще, чем выдумывать себе какие-то окружные пути, обманывать, скрывать, там это. То есть это проще, быть проще, быть человеком, который идет по пути добра, уверенный в Боге и все. Вот это вот как бы путь намного проще, с этого мы начали. Кто пробует другие пути, отдача, я думаю, что здесь все собрались опытные люди и знают, что валятся на людей с неожиданных сторон, те, кто пытаются обманывать и так далее, на них рано или поздно все равно валятся такие неприятности, что не дай Бог никому. И лучше быть источником добра, то есть от самого, почему именно источник жизни род садика. Потому что добро начинается с того, что ты говоришь всем спасибо, очень вежливо. Ты говоришь первый всем здрасте и улыбаешься, это источник добра. Ты всем делаешь приятные комплименты, стараешься заметить хорошее. Ты не говоришь сплетни злословия и не слушаешь сплетни злословия. И тогда твой род становится производителем добра. Все, я всем желаю, чтобы мы все производили добро и с Божьей помощью будет у всех все хорошо. Все, всем хорошего дня. Спасибо, что пришли на урок, спасибо, что меня послушали, спасибо, что учите Тору. И с Божьей помощью, чтобы у вас было все хорошо. Аминь. Спасибо.